Добрый день, дорогие зрители! В преддверии Нового года хочу сделать вам подарок в виде интервью с известным психологом, врачом-психотерапевтом Ларисой Корпушенко и узнать, как правильно проводить уходящий год и правильно встретить 2017-й, чтобы он был богатым во всех смыслах этого слова. Добрый день, Лариса! Добрый день! Лариса, скажите нам, как правильно проводить 2016-й год и оставить там все обиды, все невзгоды, всё плохое? 21-го, 22-го, 23-го декабря начинается самое мощное магическое время, и ещё 12 дней после этого считается Днями Тёмной Матери. В это время рождается Великий Бог Солнца, и считается, что все желания, записанные в это время, будут реально исполняться. 21-го, 22-го, 23-го и ещё 12 дней после этого. Это магическое время для исполнения желаний. Считается, что некая Небесная Тёмная Мать вынашивает Бога Солнце, и в это время открываются небесные врата, и космическая энергия опускается на Землю, то есть она наполняет все наши желания. Поэтому помните, что это время, во-первых, очень сильное, очень мощное. Но ведь мало прописать желания, а, кстати, их должно быть не меньше, чем 18, тоже такая магическая цифра. Я определила, что если желаний 18, то очень часто бывает так, что они реально исполняются абсолютно все. То есть сама по себе цифра 18 каким-то образом действует на намерение и способствует тому, что они исполняются. То есть это 18 желаний на следующий год? Да, 18 намерений на следующий год. А как оставить в уходящем году все плохое? То есть их тоже нужно прописывать? Или же этого делать не стоит? Да, очень важно правильно проводить прошлый год. Тем более, что он был високосный, для многих он был очень сложным. И очень важно не говорить про себя, ну, слава Богу, что закончился этот ужасный год. Вот этого говорить нельзя ни в коем случае. Очень важно выписать все, что с вами произошло, и позитивное, и негативное, и поблагодарить все позитивные события, а из всех негативных событий извлечь нечто позитивное. То есть спросить, чему меня научила эта ситуация, какие новые качества я в себе открыла, то есть какие мои достижения старого года, причем на негативных событиях. То есть это тоже нужно прописывать, например, прописываем ситуацию негативную, ставим прочерк и урок, который я вывел из этой ситуации. Урок, который я вынесла или вынес, и какие новые качества я приобрела или я приобрел. Плюс какие возможности передо мной после этого раскрылись. И такая мысль на благодарность пространству за то, что открылись эти возможности, за то, что был извлечён такой мощный урок. И появились какие-то новые способности. Это очень важный момент. Тогда мы извлекаем из старого года только всё позитивное. И всё ненужное мы оставляем действительно. Поэтому очень важно его именно так правильно проводить. А 31 декабря что нужно делать? Потому что вот у нас в семье есть традиция. Мы перед, скажем, полночью записываем свои желания. У кого-то их 10, у кого-то одно, у кого-то больше. И прописываем эти желания. И ровно в 12 зажигаем этот листочек. И бросаем его в бокал с шампанским. Дети бросают с детским шампанским. И выпиваем. То есть это работает или нет? Это работает очень сильно, потому что здесь присутствует энергия огня. Энергия огня очень мощная стихия. С энергией огня можно договариваться. Эта стихия может и согреть, как солнце. Она может и сжечь, как бушующее пламя. И в этом случае, если мы зажигаем огонь, мы наполняем огнем свои намерения. Еще есть такой момент. Допустим, если у вас 18 намерений, зажгите 18 свечек. То есть на каждом намерении попросите огонь, чтобы он наполнил энергией ваши желания. И представьте себе, что ваше желание в виде такого шара, в виде объема, в котором уже все реализовалось, висит над этим огнем и насыщается энергией огня. Поэтому это очень важно использовать огонь. Традиции очень верные. Друзья, 18 желаний, 18 свечей. Ну и, естественно, конечно же, не только намерения, но и, наверное, какие-то наши действия. Да, конечно, действия. Но дело в том, что если мы правильно наполним, наполним свое желание энергией, энергия — это очень важно, то в этом случае оно само по себе начинает привлекать энергии из космоса и потом давать энергию нам, чтобы мы его реализовали. Вот такой вот небольшой такой фокус. То есть очень четко представляете себе ваше намерение на небольшом расстоянии от вас, примерно 20 сантиметров. Либо представляете, что ваш лоб — это экран телевизора, на котором вы четко представляете свое намерение. И потом представьте себе, что энергия вашего внимания переносится на намерение и наполняет его. И оно начинает жить само по себе своей жизнью. И потом подключается к космосу, и после этого оно будет давать вам энергию для того, чтобы оно было реализовано. — Я точно знаю, что все эти законы работают, потому что в какой-то момент, когда читаешь очень много книг по психологии, когда читаешь очень много про интуицию, про подсознание, ты начинаешь понимать, что на самом деле твой мозг, твои мысли могут управлять реальностью. — Да. — И это правда. — Да, они могут управлять реальностью. Я всегда говорю, представьте себе на мгновение, что вот есть внешний мир, который управляет вами. То есть вы реагируете на него. Если вы увидели что-то хорошее, вы улыбаетесь, что-то плохое, вы печалитесь. Но ведь точно так же внешний мир реагирует на ваш внутренний мир. И если вы внутри печалитесь, он выдает вам поводы для печали. Если вы внутри радуетесь, он выдает вам поводы для радости. И поэтому внутренняя готовность притягивает удачу. Если вы готовы встретить исполнение своих желаний, они к вам приходят. Если вы готовы плакать, к вам приходит повод для слез Поэтому то, к чему вы готовы, это к вам и приходит в вашу жизнь Это очень важный момент Это, кстати, секрет удачи Ваша внутренняя готовность притягивает к вам удачу Представьте себе, что вы уже готовы получить что-то Вот вы готовы, представляете, что вы реально готовы получить некий список своих желаний, намерений И он начинает к вам притягиваться Это всего лишь реакция внешнего мира Вы готовы принять миллион долларов США? Нужно всегда представлять немножко больше Потому что наше бессознательное, у него такие очень интересные вещи Оно говорит, я верю наполовину тому, что ты представляешь Поэтому представляете себе 2 миллиона долларов США То есть, если пожарные 3 Да, ну можно 3 миллиона долларов США представляете себе И вы говорите, я готова это принять А может быть просто просить Всевышнего о том, чтобы он дал возможностей для того, чтобы заработать эти 3 миллиона Вы знаете, по вере вашей дано вам будет Они могут на вас просто так свалиться Если вы будете очень четко в себе транслировать готовность получить эту сумму Главное, ваша готовность принять это Потому что люди удачливые отличаются от неудачливых только тем, что они готовы принять удачу Они готовы принять исполнение своих желаний Они четко знают, что они готовы и они это ждут Ларис, давайте дадим совет тем людям, которые все-таки живут не в позитивной энергии У которых немного другой поток И которые живут, скажем, в какой-то долгоиграющей депрессии То есть работы нет, не получается что-то в личной жизни Им кажется, что неудачи их встречают со всех сторон Что вы этим людям посоветуете, как им быть в преддверии Нового года Чтобы все плохое оставить в 2016 Прежде всего, что все в жизни человека определяется наличием энергии И вопрос, где брать эту энергию, как делать, чтобы она была качественной И вот сейчас мы проделаем такое небольшое упражнение Очень интересное, чтобы понимать, что энергии бывают двух видов Первая энергия – это энергия женской и невской энергии Вот сейчас, если мы рассматриваем бокал, то мы просто можем любоваться его гладкими стенками Мы можем смотреть, как сверкает вода в бокале Мы можем просто рассматривать и наслаждаться видом этого бокала Или наслаждаться видом этой комнаты Все в жизни человека определяется наличием энергии И очень важно, чтобы эта энергия качественно вырабатывалась в течение дня Итак, у человека два вида энергии Это энергии инь и энергии янь Итак, первый вид энергии Если мы будем рассматривать просто предметы, которые здесь находятся, ну, допустим, бокал, красивые гладкие стенки, переливающиеся грани, можно наслаждаться сверканием солнца в воде, гранями бокалы, просто наслаждаться его видом, затем мы переводим взгляд, наслаждаемся красивым голубым видом стен, наслаждаемся люстрой, цветами, другими бокалами, то есть мы испытываем состояние наслаждения. И второй вид энергии, мы смотрим на бокал, мы четко понимаем, что это бокал, ну, в данном случае для воды, но, скорее всего, возможно, он для вина, предназначение это фужер, он стоит примерно, ну, где-то 5-6, может быть, 10 тысяч тенге, да, и мы начинаем оценивать абсолютно все предметы. Мы четко понимаем, что где стоит, где покупается и что откуда берется. Второй вид энергии, это яневская энергия, эта энергия заставляет нас действовать, вот именно действовать. То есть первый вид энергии мы наслаждаемся, второй вид энергии четко действуем. То есть во втором виде энергии, в виде энергии, я спокойно беру этот бокал и поднимаю, и я знаю, что мне это очень легко, и я делаю, и я действую. То есть существует первое, энергия наслаждения, второе, вид энергии действия. Если же вы, дорогие мои друзья, находитесь посередине, то вы не наслаждаетесь и не действуете. И вот огромное количество людей, они зависают посерединке То есть они не наслаждаются жизнью и не действуют И получается, что у них нет энергии Они не в качественном ине и они не в качественном яне Поэтому лучше переходить либо в качественный инь, либо в качественный янь А в идеале и инь, и янь? Конечно, и инь, и янь Потому что, ну конечно, мы знаем женщин, которые просто пребывают в ине Они сплошное наслаждение, наслаждаются миром Они настолько женственные, они излучают состояние наслаждения, красоты То есть это присуще молодым девушкам? Нет, в разном возрасте женщинам присущи, да И обычно действительно к ногам и женщинам Ну я скажу честно, когда девушка в 18 лет всем восхищается Это выглядит очень органично и гармонично Но когда женщина в 50 лет до сих пор в таком состоянии Для меня как минимум это немного странно У меня встречались и вот такие вот варианты Если женщина абсолютно в энергии, она естественно не способна делать какие-то дела совершенно Она просто наслаждается жизнью И обычно находятся те люди, которые обеспечивают ей хороший финансовый уровень Она им дарит просто состояние наслаждения, состояние любви к миру А есть женщины, которые все время в состоянии янь Они постоянно работают, все время что-то делают И они забывают о том, что им нужно наслаждаться жизнью и быть в ине Но по крайней мере хотя бы они в яне Вот быть посередине это плохо То есть когда мы думаем, я хочу вот это сделать, но мне некогда Или я боюсь, что не получится Или вообще зачем это нужно Или вообще может быть завтра или послезавтра То есть вы, извините, в хрени То есть есть инь, есть янь и непонятно какая энергия Которая ни к чему не относится То есть должен быть баланс? Это потеря энергии Баланс Должен быть баланс? Если же мы не там и не тут, то энергии нету Ларис, я повторюсь, мне кажется, что состояние наслаждения, состояние инь Оно присуще все-таки 18-летним девушкам Я считаю, что это нормально абсолютно в таком возрасте Быть в состоянии, когда тебе хочется нравиться мужчинам Когда ты в поиске своего принца Когда ты наслаждаешься своей молодостью и красотой А женщины в 45+, мне кажется, что они больше в состоянии янь пребывают То есть это состояние действия, как вы говорите И это нормально То есть я считаю, что в 18 лет не нужно ждать от девушки состояния янь Когда она должна все время что-то доказывать Много читать, много работать Ну это как-то, не знаю, мне кажется, негармонично Да, дело в том, что в 18 лет сама природа дает женщине очень мощный инь Очень мощную женскую энергию Скажем так, девушки наполнены этим очень сильно То есть доверху Поскольку им предстоит выходить замуж и рожать детей И они проходят первую ипостась в жизни женщины Первый архетип по юнгу — это архетип Евы Это само плодородие, это сама красота Это воплощение женственности Ева, она рожает детей Она ищет лучшего спутника Она преподносит свою внешность Она показывает себя Она хочет замужества Она хочет выйти замуж и рожать детей И она хочет также очаг И поэтому в этом возрасте совершенно естественно показывать максимально свою красоту Вспомните, всегда существовали балы, смотрины Всегда существовали возможности показать свою красоту лучшими нарядами Лучшими прическами И это было всегда, причем во всех сословиях народных, во всех странах А что вы скажете, Лариса, тем женщинам, которые, ну скажем, 45+, Которые считают, что конкурсы красоты не нужны? Ну, дело в том, что конкурсы красоты — это как раз воплощение самой красоты Это воплощение состояния Евы и состояния Елены или Афродиты Состояние Елены — это второй период в жизни женщины Примерно от 25-30 до 40 лет Когда женщина должна блистать, она должна вдохновлять Именно Елена, красавица, вдохновляет мужчину на подвиги Именно Афродиты заставляют мужчин менять мир Складывать мир к ногам женщины, менять его и говорить Посмотри, каким он стал красивым, посмотри, каким он стал другим То есть Елена, Афродита, красота — это вторая ипостась женщины Она вдохновляет, она ведет за собой Поэтому она всегда воспевалась всеми поэтами, всеми писателями Вот помните Пушкина «Господь тебя мне не спасал, моя Мадонна, чистейший прелести, чистейший образец» Он выбрал Наталью Гончарова Наталья Гончарова — прекрасная девушка 16 лет Которая не блистала никогда умом Но она каждый день вдохновляла его своей небесной красотой И он освещал эту красоту в стихах И поэтому у девочек естественное желание к этой небесной красоте Чтобы с помощью этой красоты выбрать наилучшего спутника Чтобы показать себя, чтобы выбрать самой, либо чтобы ее выбрали Либо чтобы у нее был выбор И опять же, женщина привлекает мужчин прежде всего красотой Потому что она дает красивое, здоровое потомство А красота — это признак хороших генов, это признак хорошей кармы рода Красота, хорошее телосложение, правильные черты лица, правильный нос Стройные красивые ноги Это признак хорошей кармы рода и признак здоровья И подсознательно мужчины прекрасно это знают И поэтому они чаще всего склонны выбирать лучших И если мужчина идет знакомиться, он сначала смотрит на внешность Потом, конечно, он хотел бы узнать содержание Замечательный ответ для тех, кто считает, что конкурсы красоты не нужны Потому что мое мнение, что такие площадки необходимы Во-первых, для того, чтобы мы видели наше новое поколение Мы видели красивых казахстанских девушек И мы видели, что у нас все в порядке и с кармой, и с генетикой, и с нацией Это очень важно Причем новое поколение постоянно становится еще более красивым И мы это все замечаем Я думаю, что женщины, которые против конкурсов красоты Которые не признают или, может быть, где-то завидуют молодости и красоте На самом деле это все-таки женщины с какой-то обидой И, может быть, они даже в этом и не виноваты Дело в том, что после 40 лет женщина проходит период Марии Когда она должна в себе воспитать безусловную любовь к миру Когда она любит весь мир безусловной любовью Это состояние Марии Причем высшая постась Марии – это Дева Марии И низшая постась Марии – Антипод – это Баба Яга Это Баба Яга или Ведьма, которая как бы проклинает мир Которая, кстати, недовольна красотой и так далее То есть вот женщине нужно знать, что примерно от 40 лет до 50 Ей нужно воспитать в себе безусловную любовь, чтобы войти в состояние Безусловная любовь ко всему Ко всему, естественно Не только к своим родным, не только к своей семье, к детям, но и к окружающим К мужу, к детям, к окружающим и миру Ей нужно раскрыть свой сердечный центр Она должна излучать эту любовь И тогда она становится очень магнетичной То есть к ней тогда все стремятся, с ней хотят посоветоваться У нее прекрасное окружение, потому что она излучает эту любовь И такие женщины есть, их просто видно Я сама люблю таких женщин, которые любят молодых, красивых Которые поддерживают молодежь Но таких женщин, злых, озлобленных, которые не принимают, я, если честно, боюсь Ну, я уже сказала о том, что у Марии есть антипод Это Баба Яга или Ведьма, или Колдунья Антипод Марии, Баба Яга, она стремится управлять миром Она стремится прогибать его против себя Она стремится манипулировать миром Это та же самая история о Белоснежке Помните, как стареющая мачеха, в конце концов, изгнала Белоснежку И вот в этой мачехе как раз проявлялся антипод Марии Она должна была полюбить ее, как свою дочь Но на самом деле она стала ее проклинать за ее красоту Это как раз проявляется ипостась анти-Мария Это Баба Яга Поэтому женщине нужно отслеживать это в себе И не допускать проявления Бабы Яги в своей жизни Потому что это очень очевидно Это очевидно и непривлекательно И это, если честно, очень сильно отталкивает Посмотрите, что сделала злая мачеха с Белоснежкой Сколько интересных фильмов снято Посмотрите, насколько это не украшало ее Вот то же самое происходит с женщинами Когда они начинают отрицать красоту Они начинают отрицать цветение жизни Они начинают отрицать саму жизнь А смысл? Жизнь все равно идет, она все равно движется И женщина, кстати, потихонечку тоже переходит в состояние Софии В состояние мудрости Это состояние примерно от 50 лет И вот к 50 годам женщине очень важно воспитать в себе Софию То есть вселенскую мудрость Причем высшая ипостась мудрости — это королева Эта королева — это женщина, которая может управлять миром Ее видно по осанке, по величию, по тому, как она смотрит на мир То есть она готова им управлять Она готова о нем сказать Я очень люблю таких женщин Она готова дать ему свою мудрость И таким женщинам тоже хочется делать подарки И таких женщин хочется видеть И ты их приглашаешь на кофе Ты хочешь их видеть поссюда, потому что они истинные королевы И ты не чувствуешь вот этого неприятия молодости, неприятия красоты Зависти То есть это наоборот как раз таки в молодежь Она очень сильно притягивает Потому что до королевского состояния, до Софии мудрости нужно еще дорасти Ну вот допустим ей 50 лет, 55, ей все хочется быть Еленой То есть Афродитой, красавицей И получается 55 лет, а юбки, ну все короче и короче Поведение все такое вот очень легкомысленное Но ей бы вот к этому времени уже воспитать в себе Марию и воспитать Софию И тогда это будет смотреться очень красиво Это будет действительно смотреться очень красиво, достойно, интересно И будет к ней притягивать А задержавшееся состояние Елены или Афродиты Оно часто в женщине самой возбуждает отрицательную постась Елены Это Елена-стерва или Гарпия Это антипод Афродиты, Елена-стерва, Гарпия-сплетница Которая стремится сплетничать, интриговать Лариса, вот на сплетницах мне бы хотелось остановиться Потому что лично я считаю, что сплетни Они забирают у женщин их благополучие, удачу И вот мне кажется, что все, что они обсуждают Или осуждают, что еще хуже Каким-то магическим образом приходит в их жизнь Есть такой закон, что осуждаем Кто пропечатывается, записывается на уровне нашего поля И приходит в нашу жизнь Потому что мы как бы берем на себя ответственность За то, что мы осуждаем Мы как бы говорим Нам не нравится эта часть мира Мы хотим это исправить И тогда это может прийти в нашу жизнь И это очень опасно Осуждение — очень опасная вещь Ну а насчет сплетни могу сказать так Это нереальная просто потеря энергии И потеря красоты, и здоровья Потому что есть такой простой закон Где ваше внимание, там ваши энергии Вот сейчас такое небольшое упражнение Представьте себе пятно вашего внимания Ну, в виде какого-то шарика света И вот сейчас вы пятно внимания направили, допустим, на бокал Зарядили воду Потом пятно внимания направили на стол Потом пятно внимания направили на себя И начали путешествие вот этим шариком света по своему телу И чем больше вы переносите пятно внимания на себя Тем больше вы наполняете себя энергией А представьте себе, что происходит, когда вы сплетничаете, да? Когда дамы сплетничают Они отдают свой шарик энергии, свое пятно внимания Ну, огромному количеству людей В принципе, они их заряжают Наверное, поэтому я очень ровно отношусь к комментариям негативным И к различным сплетням Потому что я знаю, что любая энергия, она питает Любая энергия дает силу Энергия – это пятно внимания, да? А если вы позитивно настроены, вы эту энергию спокойно в себе перерабатываете Если у вас внутри состояние позитива Да, в нужном направлении Тем более, что она бывает просто термоядерная Можно эту энергию кинуть на реализацию своих планов На реализацию своих намерений Ради бога То есть она автоматически очищается в поле человека Если оно позитивно и идет на его планы и намерения То есть чем больше мы говорим о человеке, тем больше мы энергии даем Мне кажется, что очень многие женщины Даже не садятся пить чай без сплети на Бояна Сентайва И мне кажется, что именно эти, эта энергия как раз таки дала ей силу Да, но это закон абсолютной вселенной Где ваше внимание, там ваши энергии И люди, которые целый день сплетничают и кого-то обсуждают И не к концу дня вообще без энергии Они ни разу не направили энергию внутрь себя Я иногда говорю, господа, дамы, хотя бы давайте своим детям Ну что же вы куда-то тратите Если вы целый день сплетничали, вы отдали энергию совершенно посторонним людям Если вы обсуждали одного человека, второго, третьего, четвертого В конце дня у вас совершенно не будет энергии Ларис, еще один вопрос очень важный Обида Это может быть измена Это может быть предательство Может быть нереализация То есть нереализованные мечты Нереализованные цели Очень часто я вижу обиженных людей И мне кажется, обида потом порождает агрессию И ты хочешь помочь этим людям Но ты понимаешь, что они отталкивают даже эту помощь Потому что глубоко в душе сидит обида Что с ней делать? Сначала я хочу дать объяснение Такой простой пример Например, допустим, обиженная женщина Которая пережила измену мужа Эта женщина постоянно ожидает от него предательства Она транслирует ему, что она готова к его новой измене Она готова к предательству То есть, чтобы этому мужчине войти в резонанс с нею То есть быть конгруентным ей Ему нужно идти изменять дальше и дальше предавать Вы понимаете, да? То же самое, если человек обижен на мир Чтобы миру быть в резонансе с ним Ему нужно дальше его обижать И поэтому пока человек не изменит внутреннее содержание Причем целиком и полностью Мир будет всего лишь в резонансе с вами То есть, если вы обижены, он будет вас дальше обижать Если вы злитесь, он будет создавать ситуации для вашей новой злости Если вы в печали и плачете Он будет создавать ситуации, чтобы вы плакали и печались еще больше И наоборот Если вы в радости, он дает вам еще поводы порадоваться Если вы транслируете миру состояние любви и счастья Он вам добавляет эту любовь Вот это вот очень важно Просто задуматься Зачем мне эти трансляции? Зачем мне этот ввоз вот такого вот добра Который я там в себе накопил То есть печальки, обидки и так далее И сделать очень мощную ревизию То есть такое перепрограммирование Ну бывает такое, что ты просто не зависишь То есть происходит обстоятельство в жизни Даже я, насколько я позитивно отношусь ко всему происходящему Даже к самым негативным моментам в жизни Происходит, что ты просто переживаешь какой-то стресс Но лично я стараюсь на следующий день Ну то есть все, что происходит сегодня Оставить в сегодняшнем дне И на следующий день проснуться с совершенно свежей головой И забыть И подумать, что Ну как вы говорите Произошел не очень хороший случай Что я из этого извлекла? Извлекла урок В следующий раз я этого не допущу И пошла дальше Это совершенно правильная практика Дело в том, что Есть понятие золотых удачников Люди, которые являются золотыми удачниками Они из любой негативной ситуации извлекают уроки И они не воспринимают ее как негативную Они воспринимают ее как обучающие А люди, которые в состоянии неудачников Они воспринимают ситуацию как негативную И очень долго ее с собой несут То есть они ее не оставляют во вчерашнем дне Дело в том, что каждый день Несет нам совершенно новое сознание И прошлого не существует Если мы отдаём энергии прошлого, у нас просто нет энергии на настоящее и на будущее. У шаманов есть такое понятие. Если вы думаете о прошлом, вы кормите иглекхана. То есть некий такой иглекхан, который в прошлом забирает энергии. И даже состояние человека, живущего в прошлом, можно увидеть. Человек, живущий в прошлом, у него постоянно немножко вдавлены плечи, у него вдавливается грудная клетка, а вот меня обидели, а вот раньше было так, было лучше. То есть он непрерывно всю энергию вводит в прошлое. И человек, который живёт в будущем, у него расправлены плечи, у него немножко вперёд грудная клетка, и он постоянно видит свои цели и задачи. И поэтому я очень рекомендую отслеживать, не закидываете ли вы свою энергию в прошлое. В прошлом нет энергии. Вчерашний день – это уже прошлое. Это уже прошлое. И в прошлом нет энергии. Нашему организму не нужно вырабатывать энергию на прошлое, потому что мы там ничего не можем изменить. Мы можем только изменить что-то в настоящем. И поэтому, если вы поймали себя на то, что вы вспоминаете, как же там было плохо, какие были ситуации, вы можете отследить по своему телу, что вас начинают идти назад плечи, вы как бы уходите в прошлое. И ваша вся энергия начинает тоже туда уходить. Моментально перекидываем свою энергию на цели и задачи. То есть сразу представляем свое путешествие. Там, я не знаю, там, Ницца, Каны. Планируем красивое, счастливое будущее. Планируем счастливое будущее. То есть поймали себя на то, что вы энергию закачиваете в прошлое, и там Иглик Хан танцует под шаманские барабаны, забирают эту энергию. Кидаем энергию в будущее мгновенно. То есть очень быстро. И есть люди, которые так или иначе нас почему-то затягивают в это прошлое. Вот с кем-то вы встретились, вроде все было хорошо, разговор был хороший. И вдруг вы чувствуете, что настроения нет, грудная клетка назад. Все, этот человек живет в прошлом, он вас тоже туда затащил. Срочно выпрямляйтесь и представляйте свои цели и задачи. И тогда, кстати, вы будете защищены от огромного количества вампиров энергетических. Потому что энергетические вампиры — это всего лишь люди, которые живут в прошлом. Они постоянно что-то пережевывают, они постоянно чем-то недовольны, они вспоминают вчерашний день. И у них постоянно уходит энергия туда, где она ничего уже не может изменить. Поэтому кидаем постоянно на свои цели. Прописываем, ставим ежедневно, ежедневно ставим какие-то цели и задачи. Представляем себе их на внутреннем экране. Представляем их себе немножко справа от себя или впереди. Наполняем энергией мысленно, солнца эти цели и задачи. И постоянно пребываем в будущем. То есть настоящее и немножко будущее. Настоящее и немножко будущее. То есть цели и задачи. Ларис, я послушала вас и ещё раз поняла, что всё в наших руках, абсолютно всё в нашей голове, в наших мыслях, в нашем сердце. Да, это действительно так. И то будущее, которое мы рисуем себе каждый день перед сном, кто-то может быть в течение дня, всё, что мы загадываем на завтра, обязательно сбудется. Конечно. И я точно могу сказать по своему опыту, всё, о чём я мечтаю, через несколько лет, может быть год, может быть несколько месяцев, как правило, приходит в мою жизнь, если я к этому готова. Да, если вы к этому готовы, очень важна готовность. И эту готовность себе нужно возбуждать, нужно представлять, что вы готовы это принять. Ну вот, допустим, ситуация замужества. Если женщина абсолютно готова принять брак, она готова уже жить с мужчиной, определённым мужчиной, которого она описывает, она внутри испытывает состояние абсолютной готовности, хоть завтра. Значит, он появится через две недели или через месяц. Если человек готов к какому-то делу, и он чётко представляет себе, что... А тот мужчина, которого она себе напредставляла, он тоже готов к браку? Дело в том, что ваш внутренний мир влияет на внешний мир. И из внешнего мира появится мужчина, готовый к браку, и который будет конгруентен или будет вам, или будет в резонансе с вами. Этот мужчина появляется из внешнего мира. Вы чётко обозначили готовность к встрече с таким мужчиной. Вы чётко обозначили, какие у вас будут отношения. Что он получит от отношений, что вы получите, насколько вам будет комфортно. И вот он улавливает вашу резонансную готовность, и он приходит в ваше поле. Если же вы поставили задачу, чтобы он пришёл быстрее, и у вас есть готовность принять быстрее брак, значит, он придёт. Все разговоры в итоге сводятся к мужчине и женщине, к отношениям. Лариса, а что вы скажете по поводу того, что мы имеем того мужчину, которого заслуживаем? Я могу сказать, мы имеем того мужчину, которого мы готовы иметь. А вот заслуживаем, не заслуживаем – очень относительные вещи. Очень часто вы встречали, что, допустим, женщина, она внешне может быть, условно говоря, серой мышью, ничего себе не представляет. Возле неё выдающиеся совершенно мужчины, и между ними прекрасные отношения. У них всё хорошо. У неё всего лишь готовность иметь этого мужчину. И точно так же бывают ситуации, когда мужчина в браке с совершенно выдающейся женщиной. У него готовность вступить в брак именно с такой женщиной. Поэтому наша готовность влияет на наши браки. Конкурентности может и не быть, это совершенно не обязательно. Другое дело – наши внутренние мужчины. Я рекомендую такую практику для гармонии. Представьте себе, что вы мужчина, вам столько же лет, сколько вам сейчас. И вы прописываете, какой вы мужчина, как вы живёте, какая у вас жизнь, чем вы занимаетесь и так далее. И вот когда вы почувствовали себя этим мужчиной, представьте себе, какую женщину вы любите. И вы описываете эту женщину. И вот если та женщина, которую вы описали, она лучше вас или чем-то от вас отличается, попробуйте соответствовать ей. И тогда у вас будет внутренняя гармония. Тогда у вас будет баланс между вашей мужской частью и женской. И вы будете отлучать состояние счастья. Но притянутый мужчина, он может быть другим. Он может исходить из вашей готовности притянуть какого-то мужчину. Понимаете? Он может быть совершенно не таким, как ваш внутренний мужчина. Вообще не таким. Учитывая, что у нас большая нехватка мужчин в целом, у нас мужчины, конечно, выбирают женщин. Но мне кажется, что в определенном возрасте, в определенный момент женщина понимает. И вот я просто точно могу сказать по своему окружению, что женщина начала выбирать себе мужчину. Не мужчину, а женщину, а женщину. И кому-то удается притянуть и встретить. Кто-то, может быть, еще не готов. Но в целом я желаю всем нашим зрителям, чтобы в новом 2017 году обязательно мы встретили тех, кого ищем. Те, кто встретил уже, сохраним наши отношения, загадаем все новые свои желания, чтобы обязательно все сбылось. И оно обязательно сбудется. Потому что если мы их качественно загадываем, плюс состояние счастья, любви и гармонии, плюс наполняем эти желания и энергии, они обязательно сбудутся. Так что счастья вам, удачи и успехов в новом году. И как говорит Лариса Корпушенко, если вы готовы принять радость, если вы готовы принять богатство, если вы готовы принять 3 миллиона долларов, а может быть и 10, если вы готовы, то вы обязательно это получите в новом году. Удачи вам и с наступающим Новым годом, друзья!